Adidas откроет в Германии полностью роботизированный завод, завод без людей. Это то, о чем мы говорили, мы еще давным-давно, ну как-то периодически я повторяю и говорю своим детям, что они доживут до того момента, когда работать будут только избранные. Когда работа, это будет привилегия. Я, то есть основная масса людей на земле, тот, кто живет в нормальном обществе, будет получать, так сказать, жить в достатке, не работая. Ну или работая по своему графику, с компьютера в каких-то потоках и так далее, что более будет походить на развлечения, потому что не будет системным, но не будет таким, как жизнь по заводскому гудку. Материальные блага, будут роботы в основном производить. Поэтому работа какая-то, это будет там какая-то служба в муниципалитете, еще где-то и так далее. Это будет для освободаренных, остальные как-то будут сами перебиваться. Ну вот, мы, я-то навряд ли до этого доживу, а вот дети наши, может быть, внуки точно доживут, потому что это уже произойдет скоро. И этого не надо бояться, говорит, роботы вытеснут рабочих, ну и слава богу. Главное, это не то, что роботы вытеснили рабочих, да, и им некуда идти, они должны там помирать голодной смертью. То есть такого не должно быть, потому что они, вытесняя рабочих, должно быть так, чтобы эти рабочие получали больше, чем если бы они вкалывали там до седьмого пота. Но если за них роботы работают, что им спину гнуть, им нужно головой думать, им нужно развивать информационный мир, развивать искусство, развивать науки и так далее. А чёртную работу сделают, есть кому. Роботы для этого есть. Вкалывают роботы. А? Я говорю, вкалывают роботы, а не человек. Да, пьющие роботы будут пить роботы. Да, ну что же, такой, мы говорили о том, что придёт время, вот вы увидите, что будут парные браки, как вот ещё там в древности, когда в древнем обществе, когда она жила в своей семье, он жил там в своей семье, они там что-то встречались. Так и здесь будет, то есть у каждого, вы посмотрите, будет, в общем-то, робот-любовник-любовница и так и далее. И будут жить так, там встречаться, чтобы детей делать, а так и смысл не будет, в общем-то, ну, это хорошо или плохо, я об этом не говорю, я говорю, что так будет. В смысле, не будет жить вместе, только некоторые пары будут жить вместе, а остальные так, парным браком, таким, время от времени встречаясь, будет потом, что будут требовать, вот как сейчас геи требуют, чтобы женили на роботах. Ну, в смысле, геи хотят однополые браки, а это будут требовать, чтобы можно было жениться и выходить замуж за роботов, а роботов при этом признавать, ну, человекоподобными людьми, то есть, какой-то будет выдавать сертификат годности, что это вот практически человек, интеллект у него человеческий.